В серии акварелей Экстра у Пинокса появился долгожданный бирюзовый кобальт на пигменте ПБ-28. Сам пигмент был очень необходим. Голубой оттенок – это тот цвет, который невозможно получить смешиванием соседних по цветовому кругу пигментов. То есть, ну, кювета залито нормально. Набирается краска быстро, интенсивностью обладает очень хорошей. Сейчас посмотрим, как она течет и какая у нее грануляция. Разносится хорошо. Хорошо, сразу появляются уже какие-то рисунок, характерный для гранулирующих пигментов. При этом, если нам надо, чтобы грануляция отсутствовала в заливке, достаточно просто в подсыхающей краске распределить заново пигментные зерна, и тогда грануляция будет успокоена. Если мы заливаем с избытком воды, то зерна сами выстраиваются по волокнам бумаги, они тяжелые, и образуется какой-то рисунок. На разных бумагах это будет выглядеть по-разному. В каких смесях он будет интересен? Ну, прежде всего, с какими-то дополнительными. То есть, можно получить ахроматические какие-то замесы. Перол оранжевый. Сам перол оранжевый, он обладает таким немножко мандариновым оттенком, и в тонком слое он немножко охлаждается. За счет того, что сам пигмент скорее красноватый, а кобальт-бирюзовый, он все-таки голубой оттенок, синий встречается с красным, получается очень тусклый, спокойный фиолетовый оттенок. В зависимости от разных пропорций взятых красок, мы можем получать сдвиг как к голубому, так и к красноватому. И если дадим это все дело, сейчас немножко размыться, то зерна кобальтовые, они будут выпадать в осадок на бумаге, их будут окружать пероловые просветы, более красноватые. Хинокридон 209, это хинокридон красный в серии. Экстра называется. У разных производителей одни и те же пигменты могут иметь разные названия. Голубой, встречаясь с красным прозрачным, тоже дает очень интересный, красивый такой зимний оттенок. Вот, и здесь будут видны голубые зерна с розовыми холодными просветами, потому что сам пигмент хинокридона, он прозрачный, он насыщенный, очень интенсивный. И гранулирующим в данном составе будет выступать, конечно, кобальт. И какой-нибудь желтый, насыщенный, пиелло-150, это у нас никель-азаметин, то, конечно, получится очень яркие, открытые зеленые цвета. Сам по себе этот желтый, он практически из любого синего оттенка, холодного оттенка, делает разнообразные зеленые за счет своей интенсивности. Вот, за счет того, что цвет будет гранулировать, у нас будут получаться интересные факторные эффекты, которые удобно использовать в пейзажной, например, живописи. Если мы хотим получить более какой-то ровный, спокойный цвет, то титанат никеля в этом плане будет прекрасен. Так, вот у нас с титанатом. А если мы берем хинокридон пурпурный, это 122-й красный, это интенсивный, насыщенный красно-фиолетовый оттенок, добавляем туда никель-азаметин. У нас получается очень красивый золотистый прозрачный цвет. И уже в этот оттенок добавляем бирюзовый кобальт. То зеленый будет получаться более сложный. Распадаться он будет на более интересные сочетания, потому что там будут в замесе проявляться и малиновые, и желтые. Прозрачные цвета будут окружать более тяжелые зерна кобальтового пигмента.